Здравствуйте! На прошлом уроке мы говорили с вами о том, что такое конфликт, какие стадии он проходит, какие фазы, как люди ведут себя в той или иной конфликтной ситуации и какие варианты выходов из конфликта есть. Сегодня мы разовьем эту тему, потому что мы не говорили о том, как, собственно говоря, получается, что конфликт заходит в горячую стадию, что это такое, когда мы начинаем конфликтовать уже настолько, что это перерастает в истинное противоборство. Действительно, конфликты очень часто разрастаются, причем до очень больших размеров. Люди иногда в конфликтной ситуации доходят до такого негатива, что просто не могут друг друга понять. они говорят друг другу неприятные вещи, совершают какие-то поступки, которыми обижают опять-таки друг друга. И вот что для этого необходимо? Для этого необходим случай или инцидент. Начавшись с какой-то мелочи, со случайно оброненного слова или просто с недопонимания, ситуация конфликтная может развиваться и в конечном итоге, когда происходит вот такой кризис, когда происходит какое-то событие, которое одну из сторон, а может быть и обе стороны окончательно настраивает на противоборство, вот тогда конфликт переходит в горячую стадию. Скандал, ругань, другими словами, активное проявление эмоций – вот все то, что сопутствует горячей стадии конфликта. И все-таки даже в горячей стадии есть два основных типа – конструктивный конфликт и неконструктивный конфликт. Что это такое? При конструктивном варианте развития конфликтной ситуации люди не доходят до оскорбления друг друга, они не доходят до каких-то крайностей. Когда мы спорим, но тем не менее, мы все-таки сохраняем рамки приличия, мы понимаем, что перед нами вполне достойный оппонент – «Амикус Платос, Эдмагис Амико Эстверитас» – «Платон не друг, но истина дороже» – это слова Аристотеля, ученика Платона, пошедшего самостоятельным путем. Они не конфликтовали, но, тем не менее, сохранилась еще и другая фраза – «в споре рождается истина, но теряются хорошие отношения». К сожалению, даже при конструктивном варианте развития конфликта люди все равно теряют хорошие отношения. Что уж говорить, если конфликт развивается по неконструктивному пути. Когда люди не просто спорят, а люди ругают друг друга, люди обзывают друг друга, люди совершают какие-то поступки, которые иногда выходят даже за рамки приличия или за рамки уголовного кодекса. Но, так или иначе, как бы мы ни спорили, как бы мы ни воевали, как бы ни конфликтовали, любая война всегда имеет финал. Вот так же и конфликт, он обязательно когда-нибудь затухает, обязательно когда-нибудь прекращается. И вот тут для нас возникает вопрос, а как завершить конфликтную ситуацию, как выйти из конфликта, с какими результатами? Ну, принято считать, что существует примерно четыре варианта выхода из конфликта. Какие это варианты? Первое – это подчинение. Второй вариант – компромисс. Третий вариант – прерывание конфликтных действий. И четвертый вариант – это интеграция. Первый вариант – вариант подчинения. Ну, этот вариант означает, что какая-то из сторон полностью соглашается с требованиями другой стороны. Конечно, это не самый лучший вариант. Почему? Потому что если кто-то полностью поступит со своими интересами, наверняка затаится какая-то обида. Каков бы не был человек, насколько бы он не был бы мягок, насколько бы он не был лоялен по отношению к другому, у него все равно будет вот этот червь сомнений, червь обиды. Рано или поздно конфликт возобновится. Поэтому это не самый лучший вариант. Вариант компромисса – это вариант обоюдной договоренности. Обе стороны, как следует из понимания этого термина, отказываются от своих претензий. Это вариант истощения. То есть, если обе стороны устали, если они больше не могут воевать друг с другом, если они больше не могут конфликтовать, они стараются просто уйти от этого конфликта. В общем-то, нормальный вариант. Хотя, с другой стороны, если люди могли сразу отказаться от своих требований, зачем они вообще вступали в противоборство? Вариант, который мы условно обозначили как прерывание конфликтных действий. Что это такое? Это самые возможные, разнообразные жизненные ситуации, которые просто прерывают конфликт. Кто-то переехал в другой город, кто-то просто отказался от противоборства со стороной оппонентом и ушел от конфликта. Тут можно приводить самые разные жизненные примеры. Факт в чем? Ситуация здесь не разрешилась. Люди просто устали и разошлись. Либо жизненные обстоятельства их развели. Но в этом варианте, безусловно, обида осталась навсегда. Если эти люди, если эти группы людей опять когда-то сойдутся в жизни, наверняка конфликт вновь возобновится. Поэтому это, пожалуй, один из самых не лучших вариантов прекращения конфликта. Ну и самый лучший вариант – это вариант интеграции. Поспорив, может быть, даже поругавшись, может быть, даже активно поборовшись друг с другом, люди, тем не менее, находят возможность компромиссу. Люди договариваются, люди отказываются от части своих требований, а часть требований другой стороны принимают, потому что понимают их правоту. И вот если такое вовлечение возможно, это самый лучший вариант. Почему? Да потому что в спорах, в конфликтах, как правило, виноваты оба. Соответственно, обе стороны и должны правильно, гармонично выйти из этого конфликта. Лучше всего, если отношения сохранятся, потому что, как мы с вами уже говорили на предыдущих уроках, нет ничего важнее в жизни, чем здоровье и отношения между людьми. Беречь отношения – это важнейшая часть нашей жизни. Итак, мы познакомились с вами, что такое конфликт. Да, конечно, это слово носит негативный оттенок, негативный характер. Мы рассмотрели разные фазы конфликта, разные варианты поведения человека в конфликте, разные варианты выхода из конфликта. Нет какого-то единого решения по поводу того, как вы будете поступать всякий раз. Всякий раз вы будете поступать по-новому. Всякий раз в каждой новой конфликтной ситуации вы будете решать для себя, какой вариант избрать и как выйти из конфликта. Если бы не было конфликта, мы бы, может быть, и не знали, насколько хороша наша жизнь. Ну, представьте себе, если бы у нас был бы сплошной праздник, что было бы тогда праздником? Ведь мы бы просто этого не знали. Поэтому конфликт – это естественная часть нашей жизни. Главное, что вы должны помнить – всегда пытайтесь правильно оценить свои действия. Будьте адекватны, пытайтесь понять своих оппонентов, и тогда даже самые острые споры могут сделать вас умнее и сильнее в жизни. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok